Часто говорят, что окраны падают, именно Лепхера, ну и не только Лепхера, и все эти жиловесы. Слушай, вот народ спрашивает, сколько цилиндров внутри стрелы? По дорогам общего пользования ты ездишь в сопровождении только, и один можешь ехать? Олег, вообще серьезный подход. Грунт проверяет, журнал смотрит, коммуникации, и в телефоне забит график грузоподъемности. Я вам скажу честно, правила написаны на крови, их не зря так и придумали. Ну а в управлении по дороге тяжело? Сколько полная масса противовесов? 97500. Пишет человек, 7 лет работаю на кранах, недавно пересел на китаец с 50 тонн, еще не привык. Боюсь все время, что опоры провалятся, боюсь стрелу больше 20 метров выдвигать. Спросите, как там борются с этими страхами. Ну у тебя было такое, то есть ты отказывал заказчикам? Да. Часто говорят, что краны падают, именно липхерая, ну и не только липхерая, все тяжеловесы. И случаи тоже разные. Бывает и рама ломается, бывает лапа, по-научному от лигер тонет. За счет того, что из-за просчетов. Ну или попадает на коммуникации. Соответственно, последствия разные. От ничего до кастрофических. А почему на коммуникации меньше попадает? Из-за просчетов. То есть большинство приезжает, кран заказывает образом, но это образом, если не заказ. Если приезжаешь на какой-нибудь стратегический объект, например, или ТЭЦ, или МПЗ, то есть у них уже есть просчеты на ППРК, то есть определенные. Но все равно, опять же, ну я по опыту как бы спрашиваю, где проходят коммуникации, как они проходят, какой глубины, какой именно толщины, насколько рассчитана данная точка по нагрузке. Например, вот такие подушки 2х2, ну, при самой массе автокрана, скажем, 72 тонны, плюс балласта, 97-500. Образно просто поворачивать по районе 60-70 тонн просто играет по этим лапам. Ну, то есть на опору на одну может 70 тонн приходиться? Просто пустую, да. Да, даже от пустого крана. От пустого крана. Ну, какая, от пустого. Ну, от стрелы, то есть. Я имею в виду то, что балласт здесь повесил, да. Просто поворачиваешь он и начинает играть. Вот тогда он начинает давить. Ну, соответственно, нагрузку берешь, какой-то груз поднимаешь, соответственно, все это дело увеличивается. То есть ты выходишь, смотришь грунт, спрашиваешь, что где проходят? Я спрашиваю документацию по коммуникациям, переводчики. А, то есть вот так даже документацию? Да. А если скажут, что нет документации? Работать не буду или что? Нет, почему? Есть для этого крановый вахтенный журнал, вы несете ответственность. Ну, все равно тоже некоторые говорят. То есть ты на объект заезжаешь, записывается это все, да, делаешь? Да, это инженерный технический работник должен, обязанно указывать. Также строполей должен не менее двух стропольщиков указывать во время начала работы. Вот, по грунту, ну, на мягком грунте, конечно, ты его не поставишь. Тут нужно определяться на то, что у нас знание. То есть плотность грунта, материк, копанный, не копанный, насыпь, песок. От этого нужно отталкиваться, то есть расширять опорную площадь и... Пойдем в кабину, сядем, посидим, ты поговоришь, потому что получше будет. Боже, это... Слушай, я тебе вопросы позадаю, подписчики как бы задают вопросы, вот, поспрашивают и это, ну, расскажешь. В общем, удалось Олегу разговаривать. Ну, разговаривалось, потому что виной всему это кондиционер. Во время перегонов, то что во время верхней платформеры работы, как мы называем скворечник, то есть часто выходишь. Вот, кстати, про скворечник народ спрашивает. Оценить комфорт в скворечнике, то есть как тебе вообще в этом кране, ну, по сравнению с другими? Конфорт скворечника, крана, кранащика, там ничего лишнего абсолютно нет. Ну, мы самостоятельно как бы делаем шторки сами вешаем от солнца, ну, такие мелочи, то что при необходимости, ну, не особо-то не нужны. То есть, если кондиционер есть, то они нет необходимости шторки вешать. По комфортности, для комфортности везде, как говорится, привыкаешь, но здесь, да, здесь продумано все. Сиденье также с регулировкой, то есть, полные все регулировки имеются на сиденье, так же, как и здесь, на великолепном сиденье, так же там. Так же, да? Это плюс, да, это хороший плюс. Слушай, вот народ спрашивает, сколько цилиндров внутри стрелы? Один. Один цилиндр? Он один, совмещенный, там внутри три. Он один большой цилиндр, и в одном цилиндре еще три. Вот эти все три, они толкают замки. То есть, когда сам шток подводят к замкам, там первая секция таскает, замки размыкает, и самый тонкий там толкает, замки раздвигает. Есть такой у них момент. Просто, когда мы разбирали, перебирали, были такие случаи, я наблюдал, как эта картина выглядит. Слушай, вот еще спрашиваю. Может ли такой кран передвигаться в пределах стройплощадки с полностью собранным противовесом? Нет. Нет? Нет, однозначно нет. Есть умельцы, то есть, на свой страх и риск, например, 200 тонн, завод-изготовитель, больше 42 тонн не дает. Но, опять же, это при новой резине, то есть, автоматизм, полностью новый кран. А, то есть, частично можно часть противовеса перевозить? Частично при ровной площадке. Ну, ты на своем кране, сколько можно? На этом? Да. Я стараюсь вообще этого не делать. Максимально, то есть, 12,5 тонн, то, что десятка он с собой возит, то есть, я вложу, все, больше я не вложу. Ну, это на трансмиссию, да, может, нагрузка? Влияет на все. И на трансмиссию, абсолютно на все влияет. Вот, многие заказчики, то есть, просят, а почему вы не пережаете с балластом? Ну, потому что, во-первых, резина не рассчитана. Во-вторых, она, соответственно, новая, она редко бывает. У них расчет, например, Мишлин, у нас идет 6,300 на один колесо, то, соответственно, на одну ось 12 тонн по паспорту. А, ну, то есть, еще и резина, в первую очередь, не рассчитана, да? Да, сами баллоны не рассчитаны, сама рама выдержит. Ну, такое впечатление, я видел, когда сажали, да, с полным балластом, ну, такое ощущение, как будто на колесах не едет, а плывет. То есть, соответственно, последствия сами себе дают знать. Потом начинают колеса взрываться, хлопать в дороге и так далее. Слушай, а какой запас по грузоподъемности заложен с заводом относительно, ну, 250? То есть, как запас прочности, скажем так, не знаешь? То есть, может он, скажем так, с отключением приборов безопасности поднять больше? Да, может. Ну, не балует? Нет, я не рискую. Буду серьезно. Просто... Такая игра не стоит этих съесть. Да, то есть на этих, на кранах 25 тонн частенько народ пишет, что вот, там, отключили. Они, УГП вообще там отключены, большинство, только если новые, которые на гарантии еще как-то работают. Вот, а большинство, то есть, отключают вообще УГП, то есть, ограничения там практически включены. Компьютеры УНК там у них, я когда еще в свое время работал, были 130-140-е, 120-е, помню, УНК. Вот, они сразу отключали их. Они ненадежные, долго не работали. Слушай, а вот 250 тонн ты на каком вылете поднимаешь? Вот на каком он поднимаешь? Нет, это у них идет испытательное положение, то есть, на полной собранной стреле и перед рамой перед собой. Ну, перед собой. Ну, как-то у всех, вот, максимальная подъемность. Да, это цепляется, опять же, не груз, у них специальные зацепы, это коррекшен, в центре Липхеля есть такой момент, момент могут проверить. Ну, здесь мы только можем груз зацепить, но это долго будет историей, чтобы такой вес зацепить. Вот, по дорогам общего пользования ты ездишь с сопровождением только один можешь ехать? Вообще-таки краны, они считаются негабарит, крупно-негабаритно, по документам идут. Вот, соответственно, они передвигаются либо только сопровождением, то есть ГАИ, либо по пропускам, где имеется, по каким улицам. Ну, и, соответственно, все противовесы за тобой везут другая. Да, отдельно, все это отдельно перевозится. Вот вопрос такой, я даже не совсем его понимаю, на сколько метров от себя можно ложить стрелу, и какая грузоподъемность при этом? Чем дальше, тем меньше, все просто. Он ложит до нуля. То есть до нуля имеется в виду в горизонт практически можешь? Да. Ну, на пустой стреле в горизонте сколько метров ты можешь вывинить? Ну, если без груза? Где ты? Нет, у них... 72 выдвинешь или нет? Да, вытащат. Но удаление будет меньше, соответственно, потому что центр, и у него смещение центра с самого начала стрелы, то есть под зад, под баллаз сделано. Вот, у них на каждом кранах есть свои параметры. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Вопрос, а сколько он сможет взять? Да, ребят. У Олега вообще серьезный подход. Грунт проверяет, журнал смотрит, коммуникации, и в телефоне забит график грузоподъемности. Я вам скажу честно, правила написаны на крови. Их не зря так придумали. Не просто так. Нет балды. А где же они есть-то? А, вот они, весь 50 тонн. Вот у меня в телефоне обрано есть грузоподъемность. Крана, ну сколько он может вытащить, то есть сколько метров он сможет положить. Ну, то есть кому интересно, в интернете, наверное, может найти. Это все есть в интернете, да. Это каждый может набрать, кому интересно. Ну, здесь ничего такого нет. Ну, вот видно, на 64 метрах примерно, да, край, даже чуть больше, 3,5 тонны там, да, или 3,5 тонны. Да, да, удаление. Да. Ну, вот. Не знаешь, сколько стоит час работы на таком кране? Ну, для заказчика. У них договорная цена везде. По-разному, да? Ну, неоднократно расспрашивал. Ответ практически был почти один и тот же. То есть тебе это не касается. Ну, кому интересно, звоните. То есть в интернете наберите ДКО Кран, позвоните. Кстати, спасибо, что разрешили снять обзор. Вот. Спасибо руководству за предоставленную возможность. Ну, а кому интересно расценки, вот звоните, узнавайте. Они во всех, в каждой компании они везде договорные. Смотря куда ехать, дорога тоже считается в области. Вот, соответственно, расходу, не у топлива. Не у топлива расход только литр на километр. Литр на километр. То есть 100 километров? 100 литров, да. Понятно. Слушай, ты не знаешь стоимость такого крана вообще нового? Нет, не знаю. Это все может тоже есть все в интернете. Кому есть интересно, там будет стоило. Много БУ продают, больше употребления. Ну, а в управлении вот по дороге тяжело? Ну, то есть... Нет, единственный момент здесь нужно привыкать к габаритам. Не то, чтобы тяжело, надо понимать, где давить газку, а где пораньше тормозить. Потому что сама масса себе дает знать. Тяжело ездить зимой, когда скользко. То есть, нету сцепления, плохой сцеплений дорог, соответственно, его просто сама масса тащит. Ну, 72 тонны, это не 12 тонны, не 30 тонны, как иванывается, образом, на 4 оси, тут 6. Ну, превосходит как бы во всем. Слушай, вот ты про скворечник, про кондиционер сказал, а печка там есть? Там есть все. Там от двигателя, наверное, есть, да? Тасольный отопитель. Да, есть, вебаста, есть и от двигателя. Сколько полная масса противовесов? Которые... 97 500. 97 с половиной тонн. Управляемый гусек 54 метра. А еще гусек, да, вот, кстати, на этом кране получается есть гусек, но он ввозится отдельно. Он отдельно, да. Ну, плюсом 54 метра. С перегрузом не приходилось работать, да? То есть... Бывали моменты, ну, это как бы экстренно, там, ничего уже не сделаешь. Но это в каких ситуациях такое происходило? Безвыходных. Нет, безвыходных. То есть, что-то начали поднимать, сорвалось, там, какие-то динамические нагрузки пошли, или... Например, снимаешь с высотных домов, бывает то, что демонтаж, образно, плиты, говорят, весовую категорию одно. Ну, образно, 10 тонн. Начинаешь срывать, она там все 20. Да, и что при этом? А выхода нет, столько поднимать. Ну, для таких кранов, как бы, это позволительное, а вот для поменьше уже проблематичное. Сколько сам кран целиком-то весит? 72? По паспорту 72 тонны. Ну, это пустой, то есть он без якоря, без всего, должен столько весить. Ну, Олег уже сказал, что практически каждый день занят. Сегодня редкий день, когда удалось, да? Да, они, эти краны востребованы, их не так уж и много на самом деле. Вот, и здесь много зависит от специалиста, соответственно, когда приезжаешь на работу, независимо на какую. То есть, соответственно, от специалиста зависит остальная вся работа. Вот интересуется народ, но я уже, как бы, увидел, какие опоры специальные, железные, да? Народ спрашивает, какие подложки под кран? Дерево, шпалы или дорожные плиты? Вчера, Володя просто рассказал, когда позавчера мы встречались, что дорожные плиты, бывает, щелкают, как семечки, да? Ну, я вам скажу вот так, более грамотно. Вот, дорожная плита, 3,20 на метр 60. Масса нагрузка, даже которая новая, они выдерживают в районе 8, ну, здесь хорошие, все, вот, новые, до 19, то, что я наблюдал, все, дальше не лопаются. А тут, ты сказал, 70 на одну упору, может, да? Да, просто играет. Ну, и когда с балластом. Здесь нет, здесь бетонная плита никак не идет. Сюда бывает то, что на расширение опорной площади, то есть, под такие краны, потяжелые, прошу паги. И что такое? Паги – это аэродромные плиты, 6-метровые. Именно аэродромные, они есть дорожные, а есть аэродромные. Дорожные, не рассчитаны под такую нагрузку, тоже они только на дорогу, под грузовой машиной ездят. И то они рассыпаются. Паги, как бы, прогибаются, но держат. А вот подвеска здесь на самом кране какая? Гидравлическая. Гидравлическая подвеска, да. Заправлена жидким азотом, не боится ни жары, ни холода. То есть, она в любое положение погоды, она работает безотказно. Чем заправлена? Азот, жидкий азот. Да ну? Да. То есть, она, подожди, гидравлическая полностью азотом заправлена? Точно? Да, там баллоны вот прям ставят сбоку, там видно хорошо. Ничего себе. То есть, там гидравлика не масло, там азот заправлено? Да, азот. Именно в этих, которые, амортизаторы, как их называют, гидравлические стойки, они там именно жидким азотом заправлены. Чем себе. Вот, и причем на Лепхерах, на Лепхерах, у них сделано со стопроцентным запасом, запас прочности эти стойки. В два раза, то есть? Да. Ну, это плюс, конечно. Вот пишет человек, 7 лет работаю на кранах, недавно пересел на китаец 50 тонн. То есть, видимо, раньше работал на более меньшей грузоподъемности. Еще не привык. Боюсь все время. Что опоры провалятся? Боюсь стрелу больше 20 метров выдвигать. Спросите, как там борются с этими страхами. Как проверяют грунт перед работой. Ну, про грунт ты говорил, как со страхами. То есть, было тебе страшно? Вот первый раз ты когда, ну, на такую установку. Как боролся, скажем так, с этими. Ну, ребятам, которым, кранчатам, которые работают, объясню по-другому. Прежде чем приступить к работе или что-то, прежде чем-то рисковать, подумайте о последствиях. То есть, есть выполнимые работы, которые, вот вы видите, что безопасно. Ребят, вот так работаем. Вот видите, что небезопасно, ребят. Вот не работаем. Все просто. Боязнь, это страх, она, да, она есть такой момент. То есть, бывают люди, то, что садятся на стажиров, кран образно, поучиться, что-то попробовать. Вот аж-ка стрелу, там, образно, на 70 метров, и он сразу говорит, нет, ой, мне не нравится, я боюсь. Есть такие моменты, да. Есть люди, которые просто боятся тяжелыми грузами. Ну, тут все эти моменты нужно учитывать, в каким плане то, что нужно проверять. То есть, соответственно, с опорной площади самого крана, чтобы жестко стоял, никуда-то что-то лапа не проваливалась, не перевешивал, соответственно, без перегруза, без подвигов всяких. Ну, у тебя было такое, то есть ты отказывал заказчикам? Да. Было, да? Да. То есть, видишь, что небезопасно, я не буду ровно. Да я вижу, что он больше весит, я сразу говорил, что я не буду поднимать, потому что я знаю, что он больше весит. Они документацию не дают, и хитрят, а приезжают другие монтажники, которые спрашивают по веселой категории, она в два раза больше весит. Ну, это образ, опять же, по металлу можно все по самому посчитать. Все эти тоже данные можно также в интернете поискать, для тех, кто не знает. Ничего сложного, в принципе, абсолютно нет. Народ спрашивает, как ты пришел к этой профессии вообще? То есть, спрашивают, сколько зарабатываешь, но можно не отвечать на этот вопрос. Работа сложная, интересная. Ну, хотел бы кэшбэк побольше. Кэшбэк. А вот самолетик нарисован, что такое? То есть, здесь, сколько они говорили, 630 лошадей, там 200 лошадей. В ночь опять куда-то ехать, да, грузиться? Володя всегда на первом месте. Ой, ну хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok